Добрый день, дорогие друзья, с вами Укрлайт Ви и с нами сегодня на связи Руслан Бортнин. Руслан, здравствуйте. Приветствую вас, Марис. Руслан, наверное, посмотрели выступление Путина там и очередной раз грозил Западу уже не только ядерной кнопкой, плюс еще там каких-то еще какие-то еще государства он будет снабжать оружием и через них будет как бы действовать. Как вы думаете, какие дальнейшие там ситуации, там, какое действие будет у него, что там? Вы знаете, я по долгу своей профессии смотрю все интервью и всех политических лидеров, всегда пытаюсь сложить свое личное мнение о них. И это интервью Путина, оно не совсем было таким, каким его, вот, подают средства массовой информации, которые нарезают с него кусочки. Все-таки в целом оно было более оборонительным. Оборонительным, оправдывающимся, и на Европу я не подаю, и на НАТО нападать не буду, и Европу, те, кто говорят, такие, такое, они тупые. И мы войну не начинали. Она там началась с госпереворота, ну, старые все мотивы. И мы того делать не будем, и мы сего делать не будем, мы только обороняемся. Вот это главный лейтмотив того, что говорил Путин. Даже если вот анализировать те фразы, которые он сказал о том, что Россия может передать дальнобойные средства поражения врагам стран Запада, тех стран, которые передают дальнобойные ракеты Украине, даже здесь и в этом сквозит слабость позиций, мягкость этой позиции, поскольку Украина уже применяет, и не просто передали, а она же применяет эти средства поражения по территории России. А Россия только еще думает, что, может быть, кому-то передастся. Понимаете, в чем разница? Мне показалось, что Путин, наоборот, пытался найти, пытался как-то оправдаться в этой ситуации, ну, мягко, конечно, дипломатически, как это делают лидеры. То есть унижаться он не хотел, но пытался оправдаться в этой ситуации, пытался смягчить острые углы, акценты. И мне показалось, что до сих пор Россия, ее президент, надеются на восстановление отношений с Западом, пытаются подать себя как жертву ситуации, пытаются подать себя как обороняющуюся сторону, как сторону, которая является сторонницей мира, мирного урегулирования, какой-то агрессии такой, учезмерной и готовности идти, делать первые шаги по лестнице эскалации, делать что-то на упреждение. Ну, как ни парадоксально, несмотря на всю жёгкую риторику российских пропагандистов внутри российского общества, российский президент не демонстрировал. Наоборот, ну, в последнее время такое впечатление, что Россия инстинктивно реагирует на всё, как-то реактивно. То ли на Леопарды, то ли на Патриот, и всё оно потом угрозит, что-то сделать, какая-то есть риторика, но это всё такая, знаете, больше инстинктивно реактивная позиция без лестницы эскалации. Может быть, это связано с тем, что за кулисами сейчас идут сложные переговоры между США и Россией, в том числе сложные переговоры о возможном завершении войны или хотя бы о перемирии, там, на период хотя бы Олимпийских игр. И, возможно, этот посыл Путина был направлен на аудиторию западных стран, внутреннюю аудиторию с целью подготовки каких-то договорённостей. Возможно, Россия сегодня сама зашла в ситуацию, в которой она понимает, что средства эскалации ситуации практически исчерпаны. Ситуация очень тяжёлая, в дальнейшем грозит и осложнениями на фронте, и внутренними сложностями, и закрывающиеся окно внешней торговли. Её надо как-то, эту ситуацию, попытаться разрядить хотя бы. Возможно, это такая игра против украинского глобального саммита мира, попытка переубедить нейтральные страны, страны глобального юга, в их головах, умах и глазах поменяться ролью с Украины, агрессора на жертву и наоборот. Вы не заметили в Путине усталость, подавленность какую-то? Что-то он не так оптимистично? Какой-то элемент был, безусловно. Был, возможно, какой-то подавленность, возможно, это что-то личное, возможно, оценка ситуации в целом. Очевидно, что Россия не достигла тех целей, которые она ставила на начало июня, в наступлении на Харьковской области. И не спорьте со мной о том, что БТГ связали огромные украинские силы. Ну и что? Очевидно, что, наверное, Путин рассчитывал войти в этот период в более лучший форм. Не дал такого глобального эффекта. И визит в Пекин. Где-то Пекин с политической точки зрения поддержал Россию в части глобального саммита мира. Но у Пекина есть свой мотив. Он хочет сам быть переговорщиком, а не отдать эту роль Швейцарии и западных странам. А где-то с экономической точки зрения банковская система, торговля, газ, Северный поток-2. Это, похоже, что не завершилось большим успехом. Приходит понимание глубины кризиса, приходит понимание и ощущение неизбежности его длительного течения этого кризиса. Даже для российского региона. Хорошо. Давайте расшифруем вот это вот, что они будут снабжать другие государства. А что он имел? Кого? Что? Неужели он думает, что Иран выступит против Запада? Что Иран объявит войну Западу? Или Северная Корея? Или кто там? Или Хуситы? Кого он имел в виду вообще? Много можно найти слабых точек. Например, да, вы уже вспомнили Иран. Ирану необязательно объявлять войну, чтобы ее вести. И удары по Израилю тому примеру. Или попытки символических ударов по Израилю. А представьте, что у Ирана есть не просто там шахеды или иранские ракеты, а у них есть калибры, или ксы, или кинжалы. Даже израильский железный купол не справится со всеми. очевидно. То есть это через Иран эти вооружения могут утекать с Куситом, с Шиитом, в Сирии, в Ираке. Кстати, Сирия может получить эти вооружения и создать еще одну проблему для, например, для Израиля. Правительство Хафтара в Ливии, в Венесуэла, там ближе, Куба, там ближе, Сербия в Европе. Особенно в фоне того, что происходит вокруг Боснии, Герцеговины и будущего Республики Сербской. Северная Корея, которая уже получает российские спутниковые технологии, Северная Корея и Корея в Юго-Восточной Азии. У Запада хватает врагов и доброжелателей, которые потенциально могут этим воспользоваться. Да, эти вооружения не требуют существования государства, сложных систем, хорошего технического образования. Понимаем. Но потенциально, с учетом того, что у США там около 80 баз за рубежами этой страны находятся, в Британии есть база в соседнем Джибути, в Африке, например, все они потенциально могут стать целями разного рода режимов, пророссийских режимов в той же Африке, если они владеют дальнобойным вооружением. Вот о чем говорит Путин. Но это все у нас со стороны. Хочу добавить, обратите внимание на сегодняшний комментарий Байдена, который сказал, что мы не разрешали бомбить Москву или кем. Москву, да. Да, мы только дали возможность наносить удары по пограничным территориям. Тоже не стоит переоценивать это разрешение наших западных союзников. Оно нацелено только пока на срыв российского наступления через украинские границы в Харьковской, Сумской, Черниговской областях возможного. Оно не нацелено и нет разрешения наносить удары в глубину российских тылов. Там, не знаю, где-то по Уралу, знаете, или куда-то еще. По предприятиям военно-промышленного комплекса, по главным артиллерийским резервам российской армии и всему остальному. То есть речь идет только о срыве российского наступления через украинские границы. Хорошо. Ну, все равно со стороны она как-то получается что-то блеф, потому что Запад нас снабжает оружием. Это мы сейчас воюем, война идет, да? А тут получается он якобы думает снабжать те прокси-государства, которые там якобы будут когда-то воевать. Ну, как бы со стороны я бы так думал. Это не то, что блеф, это запоздалый блеф. Да, запоздалый блеф. Вот вспомните российскую стратегию условно говоря предыдущих лет. Это после того, как скажем так, политическая диверсия на Донбассе себя не оправдала, потому что через Донбасс Россия пыталась прикрыть Крым в свое время, аннексию Крыма, и заставить через Донбасс, сепаративно на Донбассе, Запад договариваться с собой. И в какой-то мере это начало срабатывать, потому что были заключены Минские соглашения. Но после того, как это не сработало, то в 2016 году Россия начала операцию Сирии. Фактически вошла или вернувшись на Ближний Восток, создавая там огромные проблемы Запада, поддержав режим Больша Расса, Асад. То есть потом российское вторжение в Украину, параллельно поддержка разного рода режимов. Венесуэла, Майдан в Белоруссии, попытка Майдана в Казахстане подавления. То есть союз с Турцией по формально, неформально, но союз с Турцией по Кавказу или консенсус с Турцией по Кавказу. То есть начало простреливать по многим направлениям. Именно проактивность российская. Потом вторжение в Украину, ядерный статус Белоруссии. То есть Россия пыталась какое-то время играть на опережение проактив. Вот эти заявления Путина, возможно, это потому, что еще страны Азии в какой-то мере этот формат дублировал встречу украинского президента тоже с представителями журналистов Азии. Но в этот раз это звучало все-таки больше как попытка что-то объяснить, оправдать и ни в коем случае не выглядеть проактивным, а выглядеть только защищающейся жертвой. Хорошо, перейдем в Европу. Байден сейчас прилетел в Нормандию, то есть отмечается сколько лет, я уже перестал считать, ну, прибыл в Европу, а на саммит как бы не поедет, пока что так вот информация есть. Как вы думаете, мы что, вспоминания у нас сильнее о прошлом, чем думаем о будущем? В понятии Запада. Да, ну, поймите, высадка союзников в Нормандии и G7, на которых тоже Байден будет, и возможно и там Байден встретится с Зеленским, это мероприятие подчеркивающее евроатлантическое сотрудничество между США и европейскими союзниками. Это американо-европейский трек, преимущественно, хотя G7 ходит не только европейские страны. А что касается, почему не заехать на глобальный саммит мира, который там два дня развится, то это уже американо-украинский трек. Это отдельная история. Украинский трек в американских выборах очень сложен в силу критики республиканцев в силу больших издержек, а главной незавершенности войны. Нечего Байдену положить на стол, как победу. Сегодня американскому избирателю, несмотря на то, что потрачены сотни миллиардов долларов. Раз. А во-вторых, говорят, и говорят, что говорят обоснованно о том, что после приезда Блинкина в Украину наступило определенное охлаждение. Я не скажу, что между Украиной США, я не скажу, что эти отношения разрушены, переживают кризисы, неплохие, нет, не так. Но наступило охлаждение, потому что Блинкин предлагал кое-что Украине, на что Украина не согласилась. Раз, плюс Блинкин кое-что просил от президента его окружения, в части повышения эффективности государственного управления, и эта просьба якобы тоже была неуслышанная, аж так, что аж Блинкин с горя заиграл на гитаре. Это я шучу в киевском баре. Поэтому говорят, что отсутствие Байдена на глобальном совете мира это сигнал украинскому руководству, демонстрация приняла недовольство, тоже неудовлетворение. В то же время Камила Харрис, не знаю, Салливан или Блинкина на глобальном совете мира должны все-таки продемонстрировать, что США остаются с Украиной, несмотря на возможные непонимания, которые появились. Ну смотрите, на дипломатическом языке Китай все-таки выигрывает у США. Смотри, Китай открыто, то есть он не скрывает, что поддерживает Россию, а тут Байден наоборот должен был приехать, показать, что действительно они поддерживают Украину. А тут получается, что вообще непонятно что творится. Китай считает, что он нейтральная сторона, он не поддерживает Россию, а с Россией торгует, как со всеми остальными странами, включая США, Европу или Украину. То есть позиция Китая другая. Мы не можем сказать, что Китай поставляет, например, вооружение России. А то, что продукция двойного назначения, так она одновременно идет потоком и в Украину, и в России. Конечно, Россия может купить больше, России нужнее, для России Китай важнее, потому что вообще товарооборот между Россией Китаем это около 30% внешнего товарооборота для России. Ну, а для Китая только 4%. И вот торговля с Россией 4, и 30%. Но формально Китай со всеми торгует, всем продает дроны, всем продает какие-то технологии, то есть были бы эти деньги, были бы только возможность купить. Китай за счет этого, за счет того, что Китай сегодня может предложить и деньги, и технологии, и Китай все же держится формально далеки от сторон конфликта, от сторон войны, он выигрывает позицию третьих стран. А третьи страны, особенно глобальный юг, а этот глобальный юг, он формально не только бывает югом, но бывает севером даже иногда или востоком, вот этот глобальный юг, на глобальном юге появилось целый перечень региональных лидеров, которые в целом заинтересованы в ослаблении США. От Турции до Бразилии и Ирана, понимаете, и Саудовской Аравии. Все хотят чуть больше свободы, все хотят, чтобы хватка, сильная американская хватка немножечко ослабла. Они даже не враги США, они ни в коем случае не враги США, но они хотят больших возможностей, большего доступа к мировым богатствам. И эти страны, конечно, сейчас более симпатизируют Китаю, которая тоже хочет больше возможностей, которая хочет прекращения глобального западного западного порядка, условно говоря, для того, чтобы перекроить, перестроить это под новых игроков. Именно поэтому Китай, позицию Китая поддерживают Турция, Бразилия, или даже Ватикан, другие страны. Они считают, что нельзя дать выиграть ни России, ни Западу, а необходимо формировать новое международно-правовое поле, новую систему международных отношений, где все остальные будут тоже равны, где все остальные тоже будут принимать ключевую роль в регулировании конфликтов, которые имеют глобальную экспликацию, влияние на глобальный мир. Плюс надо помнить, что страны глобального юга, они практически все постколониальные. То есть когда-то они были чьими-то колониями, или они проигрывали западным странам воинов когда-то. Ну, например, Турция. И поэтому у них изначальный сантимент с одной стороны к таким же странам, а Китай тоже постколониальная страна. Ну, и нет Китая, все они более. А, да, а с другой стороны у них есть врожденные недоверия к Западу. Для стран глобального юга, мир основанный на правилах, ну, они очень цинично, очень прагматично на это заявление смотрят. Оно их не вдохновляет, потому что они помнят, что западные страны, как они себя вели по отношению к ним, когда они находились в зоне их контроля. Я просто не говорю, что это хорошо и плохо, я не симпатизирую тем и другим. Мы просто анализируем сейчас ситуацию. Весь глобальный юг постколониальный. И он в той или иной мере антизапад. Эти антизападные сантименты сегодня пытаются разыгрывать и Россия в меньшей мере удается, но в основном это удается сегодня разыграть Китаю, продвигая свою модель глобализации. Ну, что, получается, что войну зачем тогда заканчивают? Всем выгодно тогда получается, и Китаю, и Западу. кроме нас получается всем выгодно. И это не выгодно России уже, это не выгодно России. Ну да, и России тоже уже не выгодно. Я бы не сказал, что это выгодно Китаю, там или Западу. А почему? Китай зарабатывает. Смотрите, это энергоресурсы, да, то есть все поступает с большой скидкой, да, двойного значения большим количеством, правильно? Если бы не война, столько бы не подставлял. Понимаете, риски больше. Сейчас ситуативно да, и дешевые российские энергоносители, и другое сырье, и технологии любые Россия предложит, и поставки выросли военные из страны Китая, полувоенные из страны США. Но дело в том, что в конечном итоге, если этот конфликт будет расширяться, и он с международной войны, которая по факту является сегодня трансформируется в что-то более глобальное, Китай потеряет западный рынок. Товарообороны западными рынками один целый... Вот это и есть опасность, да. Вот этого он боится, именно поэтому из США другой страх, что тоже развитие этого конфликта приведет к конфликту между глобальным севером и глобальным югом, раз, во-вторых, что он сорвется в ядерное противостояние, что будет... А ядерное противостояние, даже ограниченное применение ядерного оружия, тактического ядерного оружия, будет означать конец нынешней глобальной финансовой системы. Просто конец. И поэтому, хотя ситуативно может быть где-то выгодно, но стратегически очень опасно, поэтому обе страны, и Китай, и США пытаются сохранить контроль над ходом войны, пытаются надстроить на эту войну какие-то предохранители, знаете, стоп-краны, чтобы ее можно было тормозить, ну, какие-то соглашения, например, которые можно включать, выключать, как было с минскими соглашениями, объявлять перемирие, срывать перемирие, что можно было тормозить, если ситуация выходит совсем из-под контроля. Поэтому, да, ситуативно где-то кому-то выгодно, очень военное лобби процветает, во всех странах мира демократия закручивается, гайки закручиваются, деньги элиты тратят бесконтрольно на военную, на безопасность, на военные издержки, но стратегические риски таковы, что все равно надо сооружать, какие-то создавать предохранители, механизмы контроля, иначе это выйдет рано или поздно, рано или поздно это выплеснется вовне и трансформируется в глобальное противостояние с рисками для, вообще, для существования современной цивилизации. Хорошо, Руслан, вернемся к нам, что у нас сейчас делается, отключение электричества, оно же как-то напрягает, то есть предприятия, скорее всего, не могут работать, люди не могут работать, потом на транспорте. Со светом, ну, тоже большие проблемы, мы видим, что 2 на 7, 2 часа есть, света 7 нет, вчера у меня был период, когда 12 часов не было света, вообще, очень сложно сейчас в Киеве с света в некоторых других регионах, причин, думаю, тоже несколько, это и российские удары, и введение блоков электростанций в ремонты, это и... Они связаны это с тем, что тарифы подняли? Тарифы, игры, скажем так, они тоже имеются в жилье места, с чем связаны? С тарифами, что подняли же... Тарифы уже подняли, а вот нехватка, она как бы сохраняется в этой части. Не, ну, чтобы внушать людям, что вот подняли, оно как-никак, все равно, когда свет есть, это хорошо, да? Там один экономист, есть у нас, Александр Африм, он посчитал, что если люди переходят на дизельные генераторы, там себестоимость киловатт энергии по 65 гривен, понимаете ли мне? То есть, а так 4 гривни, да, там ли, ну, около 5. Ну, Европе, если посчитать, в Европе получается от 10, это минимум, да, то есть, до чуть ли не до 50 гривен киловатт получается в Европе. Не знаю, как Александр считал. 20, по-моему, 20, да, максимум. Вот у меня на моем генераторе выходит 20 гривен киловатт-час. Это если бензиновый 20 гривен киловатт-час, если бензиновый генератор на 8 киловатт запустить, то он получается 20 гривен киловатт-час. Ну, вы уже посчитали, да, так? Это зависит от того, что ты пользуешься. Это будет лампа, электрокомпьютер, или же электроприта, это же разное. 8 киловатт это означает, что у тебя работают микроволновки, электрические духовки, у тебя работает все, абсолютно все, что может работать в доме. Я это посчитал еще в 2022 году, когда летом в Киеве я покупал генератор, посреди лета, еще очень таких ценах довоенных, по большому счету, мой сосед мне говорил, да, кому надо, вот там купили люди генераторы, всех они стоят, ржавеют, там раз в год они включают. Потом, когда этот генератор через три месяца стоил ровно в два раза дороже, он советовался, что ему купить и что дальше делать. Но в любом случае мы понимаем, что генераторы и другие системы это временные источники. Это экология, и все, и шум, но это же вообще экология, шум, это амортизация, то есть ты не можешь постоянно жить на них, потому что эти источники будут ломаться, если ты используешь их как постоянный источник электроэнергии. Ты будешь нести большие потери на амортизации. Проблемы большие, я надеюсь, что правительство вошло сейчас в эти проблемы для того, чтобы лучше подготовиться к зиме. Мы видим обмелевшие реки в Украине, всю воду спустили на гидроэлектростанции, но если это не так, если это просто катастрофическая ситуация, и к зиме будем так же готовы, как сейчас, тогда зимой многие города, населенные пункты просто придется отселять. Они просто будут замерзать из-за нефункционирования систем отопления, потому что все эти системы отопления в той или иной мере требуют электричества. Насосы работают и все остальное требуют серьезных объемов электричества. Кроме того, мы же понимаем, что Россия может продолжить наносить эти удары. К сожалению, несмотря на выточенные сотни миллионов долларов, миллиарды долларов, якобы на подготовку, на защиту инфраструктуры энергетической от российских атак, она снова оказалась беззащитной и сегодня она выглядит хуже даже, нежели во время массированных российских атак, когда по 100-120 ракет запускали по нашей системе осенью, зимой 2002-2003 годов. И здесь коррупция, скорее всего. Или неэффективное управление. Ну, или неэффективное, да. Ну, с другой стороны, это же, возможно, это даже прогресс какой-то будет. Будут думать альтернативные источники энергии, скорее всего, там люди уже мозги включат. Ну, даже эти бесперебойники ставят, которые не гудит, не шумит. Когда есть электричество, аккумуляторы разряжаются, когда нету, он включается. У меня в доме стоял, кстати, вот я на 6 киловатт, на 10, на 20 можно ставить без проблем. Вот, то есть, просто это надо развивать. Хорошо, Руслан. Я вчера говорил одному нашему чиновнику, смотрите, у нас люди, особенно в частном секторе, готовы даже ставить себе электростанции, ставить себе ветряки, дайте, возьмите кредит у Европы, и дайте нулевой, даже, летом же можно дайте нулевой кредит гражданам на покупку этих электростанций, и треть страны купит электростанции за свои деньги только при нулевом кредите, чтобы они понимали, что они инвести, и вы увидите, как упадет энергопотребление в целом в Украине, то, которое обеспечивается государством, как мы начнем выходить из этой ситуации. Да даже на крыше домов в Киеве поставили эти солнечные батареи, это же тоже будет что-то давать. Летом электричество, зимой, он же воду даже греет, понимаете, вон Турции, смотрите, на всех домах стоят бочки, это воду греет, а не солнечный, ну, Турции там клипа, но все равно эффективность будет какой-то, понимаете ли? Да, конечно, конечно. Да, хорошо, а что на фронтах сейчас, вот, как вы думаете? На фронтах очень интересная ситуация, уже где-то 10 дней, несмотря на то, что Россия продолжает попытки наступления, она не захватывает каких-то населенных пунктов. Мне наши военные говорят, что это случилось потому, что снаряды пришли в вооруженные силы Украины. Теперь даже если Россия заходит в какой-то населенный пункт, закрепиться там полноценно, ей сложно из-за массированных артиллерийских ударов вооруженных сил Украины. И где-то наступления идут, Россия захватывает какие-то новые территории, продвигается в полях, в посадках, но обратите внимание, что скоро уже будет две недели, когда ничего из населенных пунктов не захвачено. Даже там, где Россия вошла в города, Волчанск, Красногоровка, Часовьяр, или населенные пункты типа Новоалександровки, или другие, Работина, полноценно захватить их не удается из-за того, что постепенно восстанавливается паритет в артиллерии. Но все понимают, что это такой, знаете, затиший перед бурей, такой стабилизиция, потому что все же Россия сохраняет резервы, которые могут быть брошены еще на одном направлении, и она может начать новую фазу эскалации, еще новый этап войны. В то же время, как западные поставки в Украину идут медленно, медленно, тоненькими струйками, которых часто недостаточно, их недостаточно, чтобы накопить резервы, необходимые для возможных контрнаступлений. Именно поэтому мы сейчас вынуждены будем дальше находиться в обороне, но цена российского наступления, потери российской армии на этом наступлении безусловно будет возрастать. Но в то же время депутат, извините меня за урожай, наезжает на главнокомандующего, какие-то претензии, что-то. Как вы оцениваете в такой ситуации? Если вы говорите о Марьяне без угла, ее выпады в сторону главнокомандующего вооруженными силами Украины Сырского, я думаю, что возможно это что-то Марьяны личное, или возможно таким образом через Марьяну передают приветы Сырскому. Ведь от Сырского ожидали более агрессивный такт. агрессивной тактики и ожидали контрнаступления. Залужного за что уволили? Не только за президентские мощности потенциально. Его уволили за то, что он назвал ситуацию на фронте тупиком, тупиковой. Он сказал, что его анализ ситуации не совпадал с анализом ситуации президента. Залужный считал, что нет возможности в ближайшее время наступать, пока не будет достигнуто технологического перевеса. Сырский обещал наступление. Но этих наступлений нет. Более того, была потеряна Авдеевка, район Авдеевки в целом. И мне кажется, что, может быть, таким образом передают сигналы Сырскому кое-кто. потому что, если мы говорим о Марьяне Безукбе, мы говорим о депутате фракции «Слуга народа». Более того, заместители главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросу национальной безопасности. Верховной Рады Верховной Рады и благодарим зрителей, что смотрели нас. Спасибо, друзья. До скорой встречи. До свидания. Поехали.